МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основные темы сегодняшней программы в кратком изложении выглядят следующим образом. Он рассказал обо всем в программе подробностей губернаторской пресс-конференции, в ходе которой Олегу Ковалеву пришлось отвечать на весьма острые вопросы. Так победим, Рязань чистит перышки, готовясь к 9 мая. Судились, искали пропавших в программе проект «Неделя полицейских дайджест» тревожных рязанских событий. Дорогая работенка, горожане сомневаются в услугах фирм, распространяющих подозрительные объявления без адреса. Начнем, образно говоря, с соседской темы. События в Украине опять получили новый виток, раскаленный, тяжелый и никому не нужный. Противостояние власти и народу, что может быть хуже? Политологи, комментируя то, что происходит в бывшей житнице страны, предсказывают невеселое развитие событий. Самопровозглашенные власти, которые пришли в результате военного переворота, они думали, что революция закончилась. На самом деле, как событие показано, она только началась. И желание юго-восточных областей, в первую очередь, большей самостоятельности, стремление к федерализации является нормальным стремлением. Но пока власти в Киеве настаивают на том, что это сепаратизм, это терроризм. Тем самым они начинают вести себя в логике гражданской войны. Поэтому, если так ситуация будет продолжаться, то действительно, там, скорее всего, начнется гражданская война. Причем такая очень активная, горячая, с жертвами. Но есть надежда на то, что произошла договоренность, что в течение 10 дней произойдет переговоры между Россией, Соединенными Штатами, Украиной и Евросоюзом относительно данной ситуации. И все-таки получится как-то мирно все это урегулировать. Но здесь очень многое зависит именно от позиции властей в Киеве. Пока вот какого-то конструктивного диалога они не хотят. Между тем, поддержка России новых регионов продолжается. В Крыму происходит трансформация экономической и политической системы. А также продолжается поддержка конкретных отраслей. Например, здравоохранение полуострова, по отзывам экспертов, оставляет желать лучшего. Это еще мягко сказано. Если уж у нас в российском центре дела с медициной обстоят, то так, то сяк, то в Крыму нужно срочно принимать меры. Рязань не осталась в стороне. Наши врачи отправили в курортный регион целую команду. Но отнюдь не за тем, чтобы загорать. Совсем не за тем. Министерство здравоохранения Рязанской области и правительство Рязанской области обратилось с предложением оказать помощь Крыму, выехать бригадой врачей разных специальностей для оказания консультативной лечебной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и иными сопутствующими. Мы с радостью откликнулись. Врачи всех специальностей, врачи разных учреждений города и области, нашего кардиологического диспансера, областной клинической больницы, пятой больницы, больницы Симашка, госпитали ветеранов. Еще о медицине в Крыму, где сейчас внедряются новые технологии и принципы работы. На днях главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн сообщил, что все программы так называемой метадоновой терапии героиновых наркоманов на полуострове будут свернуты в течение ближайших нескольких недель. Я не вижу с этим никаких проблем. В течение месяца мы эту проблему решим, сказал Евгений Брюн в интервью Интерфаксу. Дело в том, что метадон, а проще говоря, наркотик чуть послабее героина, был в Украине легальной альтернативой. То есть на метадон, как говорится, пересаживали героинозависимых. Легальный наркотик, что может быть приятнее сердцу наркоделяк. Теперь украинский опыт, в кавычках, уходит из Крыма. Россия рассматривалась как огромный рынок сбыта метадона, поскольку метадон производится предприятиями Европы. И, соответственно, те деньги, которые раньше получали сбыточки наркотиков, эти денежные потоки перенаправляются в Европу. Это раз. Ну а потом, собственно говоря, никакого лечения не происходит. Наркозависимые лица вместо одного наркотика получают другой. Пересаживаются с одного наркотика на другой. И тут можно провести аналогию с алкоголиками, которые вместо, допустим, водки получают другое спиртное, в виде, скажем, спирта, утром, вечером. И, собственно говоря, они и остаются алкоголиками, наркоманы остаются наркоманами. В пресс-конференции неделя стала встреча с журналистами рязанского губернатора Олега Ковалева. Говорили аж два часа, и начальнику области пришлось отвечать на самые разные, часто более чем прямые, прям-таки стреловидные вопросы изголодавшихся по-остренькому репортеров. Надо признать, что ни от одной темы губернатор ладошкой не отмахнулся. Можно сказать, что пресс-конференция прошла в дружеской деловой обстановке. Губернатор ответил на все вопросы, интересовавшие рязанские СМИ. В первую очередь журналисты коснулись темы регулирования зарплат руководителей бюджетных организаций. По ряду бюджетных учреждений во всех отраслях буквально руководители тут же установили для себя неимоверные доплаты, которые сделали реальную заработную плату таковой, что разрывы увеличились, будем говорить так, в несколько раз между зарплатой обычного сотрудника и руководителя, или его зама. Мы разработали модельное положение об оплате труда и рекомендовали всем бюджетным учреждениям принять эти модельные положения об оплате труда. Более того, мы ограничили численность заместителей по бюджетным учреждениям. Различные мощности, будем говорить так, в зависимости от того, вывели некие критерии и рекомендательно все это направили в бюджетные учреждения. Я думаю, что руководители среагируют на это и приведут в порядок. Но если кто-то не приведет в порядок вопрос, будем рассматривать в соответствии с занимаемой должностью. Также на встречу уделили внимание теме благоустройства областного центра. Губернатор по этому поводу высказал свое мнение. По его словам, кнутом и пряникам эту работу не наладить. Служба благоустройства должна быть выстроена совершенно по-иному. Каждая группа людей, каждое звено, каждый человек должен знать, где, за что он отвечает и что он должен делать в тот или иной период времени года на этом участке. И каждый день должны подводиться итоги выполненного сзади. Каждый раз должны проходить объезды, обходы и осмотры. И каждый раз должны выдаваться замечания. То есть это должна быть системная работа. Должны быть механизированные отряды. Должно быть бюджетирование, соответствующее из муниципальных бюджетов. Без этого, сколько бы мы кнутом не стегали, значит, это будет компанейщина. Турлатовский полигон. Наша телекомпания, образно говоря, постоянно держит руку на его тревожном пульсе. Чтобы не упустить ни одного нюанса этой темы, Олег Ковалев обещал принять меры, чтобы полигон перестал, так сказать, ходить по рукам. Мы сейчас будем работать над тем, чтобы не запрещать эти предприятия, а запретить функционирование самого этого полигона. Мы можем разрешить на нем только рекультивацию уже того, что там хранится. Потому что мы запрещали работу тех или иных фирм, которые хотели туда вывозить. А надо запретить работу полигона. Это более сложно, потому что в законодательстве есть масса там нюансов, которые надо учесть. Но стратегически мы сейчас будем бороться именно таким образом. Потому что иначе они как грибы растут после дождя, эти фирмочки и фирмы. По поручению губернатора была создана рабочая группа по разработке и принятию охранных зон в регионе. Разумеется, главным образом речь шла о есенинских местах. Значит, задача определить и создать достопримечательное место, есенинский край, в который будут входить те места, которые так или иначе непосредственно связаны с Сергеем Есениным. Значит, и зарегулировать и запретить застройку именно там. Ну, понятно, что это в целом войдет в село Константиново. Это войдут ряд объектов, которые были связаны либо в его творчестве, прозвучали там каким-то образом, так и являются памятными для людей Рязанской области и так далее. Для этого ведется сейчас серьезная работа. Значит, мы ищем также юридические основания, правовые основания для того, чтобы сделать это так, чтобы потом нельзя было к этому придраться. Один из последних вопросов был связан с ситуацией в Украине. Рязань, как и большинство регионов, открыла свои двери для тех, кто решил кардинально изменить свою жизнь. По той информации, которую я сполагаю, уже порядка 10 семей, переселенцев, они уже обустроились, получили работу и работают у нас на территории региона. Пока мы не ожидаем такого массового потока беженцев, значит, и как-то хочется верить, что там на Украине они все-таки договорятся, и войны там не будет, не хочется этого всего. Хочется, чтобы они все-таки договорились. Вообще вопросов было еще много. На двухчасовая беседа и без того отняла много сил, как у журналистов, так и у губернатора. Тем не менее, все остались довольны, особенно пресса. Все-таки не каждый день удается в таком открытом формате пообщаться с главой региона. Вы смотрите аналитическую программу телекомпании «Город. Время говорить. Итоги недели». Коротко о содержании второй части сегодняшнего проекта. Так победим. Рязань чистит перышки, готовясь к 9 мая. Судились, искали пропавших. В программе проект «Неделя полицейских». Дайджест тревожных рязанских событий. Дорогая работенка. Горожане сомневаются в услугах фирм, распространяющих подозрительные объявления без адреса. Продолжаем программу. На этой неделе в нашу редакцию обратились горожане с просьбой прояснить ситуацию. Дело в том, что на подъездах домов стали появляться самодельные объявления с предложением изготовить дополнительные ключи к домофону. Ну, народ и насторожился. Насколько законно это предложение? И кто эти мастера, указавшие для связи только сотовый? И будет ли гарантировано качество? И вообще много всяких. Почему? Возникает. Тем более, что повторим, кроме номера телефона, никаких данных о тех, кто предлагает услуги, в объявлениях не приводится. Недавно на некоторых подъездах многоквартирных домов появились рекламные объявления, предлагающие жителям сделать дополнительные домофонные ключи и к своей железной двери. Впрочем, на расклеенных листочках почему-то нет ни названия организации, ни номера лицензии, никаких либо других выходных данных. Единственная информация – это номер сотового телефона. По нему сотрудники этой фирмы сообщили, что у них все же есть необходимая лицензия на работу. А вот фирма ваша как называется? У нас ТП, который имеет право на отшление данных услуг. То есть лицензия все есть? Да, а как же, и чеки товарные, все мы выдаем. Ну понятно, что по телефону можно обещать многое, но вот безадресность объявлений действительно настораживает. Работники одной из крупных рязанских фирм, занимающейся в том числе и обслуживанием домофонов, говорят, что такие рекламные объявления несут в себе определенную угрозу. Во-первых, это может быть намного дороже, да. Во-вторых, они не могут гарантировать ту степень качества изготовления этих ключей, да. И опять же, что будет в случае того, если там ключ сломается, то есть придется, наверное, вызывать опять кого-то, да. Вот. И дело касается безопасности. Безопасности вашего домохозяйства, вашего жилища. Что касается каких-то услуг, которые вы хотите получить, позвонив неизвестно кому, неизвестно куда, по сотовому номеру на объявление, без указания названия фирмы, то лучше этого не делать. Это говорят специалисты региональной ассоциации по защите прав потребителей. Любые предложения об оказании услуг бытовых, так называемых, они должны в том числе сопровождаться информацией, кто эти услуги оказывает. В данном случае этот листок, который попал, наверное, в каждый почтовый ящик рязанцев, не содержит никакой информации, кроме сотового телефона. Поэтому, если в дальнейшем люди не будут заключать договоры на оказание бытовых услуг с указанием конкретной организации, кто эти услуги оказывает, какие гарантийные обязательства, где она зарегистрирована в данном случае организация, что это, ООО, ИП, или опять-таки схема, как шабашников собирает деньги, в дальнейшем никто несет никакой ответственности, здесь человек должен понимать, потребитель должен полностью обладать всей достоверной информацией. Это норма статьи 10 закона о защите прав потребителей. Конечно, право выбора всегда остается за простым жителем. Однако жильцам многоквартирных домов необходимо быть крайне бдительными в таких ситуациях. А то, как бы вам завтра не предложили ключики и от ваших входных дверей в квартиру сделать, не задорого. Заодно и от вашего автомобиля, и от дачи. Бесплатно даже, в порядке бонуса. Так что можно сделать ключи на порядок дешевле, а можно и переплатить раз в три. Каждый выбирает для себя обратиться в фирму с гарантией качества и, как говорится, не задорого. Или же обращаться по сомнительным объявлениям без указания названия фирмы реквизитов. Только уже после давайте локти не кусать. На этой неделе заседали обе наши думы. На областной главной темой стал губернаторский отчет о результатах работы в году 13-м. Но, в принципе, потом была встреча Олега Говалева с прессой, о которой речь уже выше. Все главные темы получили начальственные комментарии. Это было в среду. А в четверг заседал парламент городской. Вот короткий видеорелиз. Перед депутатами отчитывался ее председатель Андрей Кашаев. Это его первый отчет на посту главы города. В своем выступлении глава Рязани подробно говорил о результатах деятельности представительного органа за прошлый год, а также обозначил приоритеты работы на год текущий. Это благоустройство областного центра, поддержка общественных инициатив, а также повышение эффективности работы и авторитета Рязанской городской думы. Еще одним важным событием нынешнего заседания стало утверждение депутатами 14 кандидатур в общественную палату города Рязани. Но если у гордумы планы главным образом связаны с нормотворчеством, что логично, то администрация Рязани занята, как говорится, работой на земле. На этой неделе начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Валерий Бебко рассказал в специальном интервью о том, какой мы увидим Рязань-матушку на День Победы. Сейчас послушаем, что начальство нам скажет, а позже увидим, что получилось. Да и сравним. А вот и ждать недолго. В Рязани 1 апреля начался месячник по благоустройству города. Ремонт дорог – вопрос в этом деле первостепенный. На сегодняшний день уже идут работы по полной замене дорожного покрытия на улицах Соборной и Радищева. Заранее приносим извинения жителям города в связи с неудобствами, которые будут доставлять от проведения ремонта. Также уже начали проводить ремонт по улице Рязанской картами. И в Карцево – это крок платного путепровода и туда, в район Карцево. Всего у нас будет отремонтировано картами 10 участков дорог. Это планируем и мост на Ленина, это планируем и на Шагулина. Съезд с пути провода и в районе Народного бульвара и пересечения Гагарина с Дзержинским и улиц Красноарядского. Работу по укладке асфальта планируется завершить до праздника Победы. Также после зимы активно восстанавливаются парки, скверы и другие зеленые зоны. Работы будут проводиться по всему городу, по зеленым зонам, в парках, скверах, на площадях, по дорогам общего пользования. Работам сейчас уже месячник, хотя начался с 1 апреля, работы проводим еще раньше. На улицах Рязани моют и красят бордюры, белят деревья, высаживают газоны. Убираем накопленный смет, который у нас зимы уже достаточно много накопились на проезжей части, на тротуаров. Проводим промывку тротуаров, белим деревья, убираем листву, случайный мусор, белим бордюры. Мы проводим целый комплекс мероприятий. В течение всего весеннего и летнего периода будем поддерживать и те вещи, которые не доработали во время месячника, будем дорабатывать. Весна украшает любимую Рязань. Главное теперь поддерживать ее в чистоте. И ответственность эта полностью лежит на нас, горожанах. Ну и еще о властных распоряжениях. Рязанский мэр Виталий Артемов подписал весьма своевременную бумагу. Своим распоряжением он запретил с этого вторника разведение огня в лесах, пал сухой травы, проведение пожароопасных работ, охоту, топку печей и кухонных очагов. Что делать? Погода, как говорится, шепчет и не только о весенних забавах. Но и на возможность пожаров намекает, причем очень прямо. О погоде и охоте предупреждают и полицейские. Как говорится, если нельзя, но очень хочется, то везде найдем. Постановлением губернатора Рязанской области начало весенней охоты перенесено с 12 апреля на 19 апреля и будет продолжаться до 28 апреля. Хочется обратиться к охотникам. Сотрудники полиции будут проверять места, где будет проходить охота. Также сотрудники ГИБДД будут проверять транспорт, в котором перевозится оружие. Еще про нарушения даже преступления. В четверг стало известно, что Рязанским региональным следственным управлением возбуждено дело, которое может завершиться очередным резонансным процессом. Речь идет о факте взятки. Положил в карман, по версии следствия, инспектор отдела иммиграционного контроля областного управления Федеральной иммиграционной службы. Некоторые подробности таковы. Дело было в среду днем. Вместо того, чтобы, например, почитать статьи о борьбе с коррупцией и проникнуться праведным гневом по отношению к негодяям, взяточникам, чиновник сам протянул руку за неправедной мздой. Посредник занес инспектору 75 тысяч рублей деньгами, которые, как известно, не пахнут. На другом конце взятки сидел в кресле начальник одной из рязанских фирм. Дело почти сладилось, если бы не досадная помеха в лице оперативников. Взяли и посредника, и мздоимца. О том, как будут развиваться события, скоро узнаем. А сейчас криминальный обзор. Дайджест недели полицейских. Рязанские полицейские провели очередные рейды по выявлению нарушений в сфере оборота алкоголя. Оборот такой, что эти самые нарушения выявляются регулярно. Алкоголь всегда источник доходов, в том числе и нелегальных. Вот и теперь по итогам рейдов, проведенных во всех городских районах разом, пресечено четверть сотни нарушений. Чаще всего правоохранители выявляют контрафанктную продукцию. Так что наливают нам и продают зачастую всякую гадость, наживаясь на здоровье людей, желающих слегка, так сказать, освежиться. В ходе рейдов полицейские изъяли 750 литров спиртосодержащей жидкости. Также проверялась законность торговли алкоголем. Это главным образом касается тихого часа с 10 вечера до 8 утра. И здесь попались отчаянные головы. 7 нарушений зафиксировано, 179 литров пива изъято. А всего во время рейда полицейские вывели из незаконного оборота более тонны спиртного. Сотрудниками полиции на территории города Рязани проведены рейдовые мероприятия по выявлению контрафактного алкоголя. В ходе проведенных мероприятий изъято порядка 750 литров спиртосодержащей жидкости, которая в настоящее время направлена на исследование ВКЦ УМВД России Паризанской области. Также в минувшую субботу моторная лодка «Казанка» с пассажирами перевернулась на оке в районе совхоза «Маяк». Это недалеко от Елатьмы. В ней было 6 человек. Выплатить же удалось лишь одному. Им оказался владелец лодки. Пока же обнаружено тело одного из пропавших. Это мужчина 78-го года рождения. Причем страшная находка обнаружилась в 15 километрах от места трагедии. В отношении хозяина «Казанки» возбуждено уголовное дело. А в Рыбновском районе ищут пропавшего 12-летнего мальчика Леонида Растенца. Он вышел из дома погулять и пропал. Вот что рассказывает его мать. Полицейские предполагают, что Леня отошел далеко от дома и заблудился. Сейчас мальчика ищут рязанские кинологи, местные полицейские, спасатели и добровольцы. Параллельно отрабатываются и другие версии исчезновения мальчика. В данном случае, если таковой находился на данной территории, наши служебные собаки, его бы определили и дали нам понять, что он здесь. Но, как вы видите, сегодняшний день нам не принес никаких результатов пока. Ежедневно поисковые отряды прочесывают местность по секторам, исследуют заброшенные и разрушенные строения, овраги, кустарники, лесопосадки. Обращаюсь ко всем жителям города Рязани, Рязанской области. Приметы мальчика на вид 11-12 лет. Был одет зеленая куртка, темное трико, резиновые сапоги и шапочка темного цвета. Всем, кому что-либо известно по поводу местонахождения подростка, просим сообщить по телефону 02 или в ближайший пункт полиции. Состоялось предварительное слушание по делу учредителя газеты «Вечерняя Рязань» Валерия Рюмина и депутата Ворского сельсовета Сергея Панина. Оба, как известно, обвиняются в крупном вымогательстве под угрозой публикации порочащих сведений. В ходе судебного заседания был рассмотрен вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемым. Выслушав мнение участников процесса, суд пришел к выводу о необходимости продления срока содержания под стражей Рюмину и Панину на 6 месяцев, то есть до 28 сентября 2014 года. Предварительное судебное слушание будет продолжено 12 мая 2014 года. Ну что ж, такой вот была уходящая неделя, но жизнь идет, а вместе с ней проходят чередой событий, новости, факты, за которыми наша повседневность со всеми ее заботами, вопросами и ответами. Хороших всем выходных, добрых известий и удачи в делах и отдыхе. До встречи в эфире телекомпании «Город». Выставка-ярмарка «Лучшие товары для рязанцев» в торговом центре «Рязанский» работает последние дни. Так что поторопитесь, ведь здесь вы сможете приобрести самые разнообразные товары. От вкуснейших деликатесов до удивительных по своим свойствам средств, которыми можно чистить практически все. Это относится в первую очередь к оптике, причем это даже не только оптика, а очки любого уровня, то есть солнцезащитные очки, оптические очки, это могут быть стекла и пластик на линзах, не повреждают покрытие, значит создается защитная пленочка, благодаря которой от 3 до 5 дней не остаются грубо выраженные пальчики. Также этим средством можно чистить жидкокристаллические мониторы, золото, серебро, бижутерию и самые разнообразные камни. «Всем известно, что такие камни, как жемчуг, бельза, кораллы, янтарь, числе чем попало, нельзя. Мы агрессивными средствами. В составе нашего средства нет агрессивной химии. Именно поэтому не повреждают, допустим, кожу рук, когда я работаю без перчаток, ну гипоаллергенно абсолютно». Здесь вы сможете приобрести товары для дома, текстиль, изделия с кожей и мехом. Напомним, что выставка работает до 13 апреля в торговом центре «Рязанский» – бывший торговый центр «Полсенаут». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова